На сегодняшний день множество туристов отказываются от путешествий по традиционным курортным маршрутам и ищут альтернативу. Часто выбор падает на Майорку, и тому есть ряд причин, остров богат памятниками архитектуры и историческими достопримечательностями. Здесь можно посетить уникальные пещеры. К сожалению, из более чем 200 доступ есть только к пяти, но этого более чем достаточно. Уникальное соединение арабского, готического и современного архитектурного стилей. Особняком стоит столица острова с множеством предложений для отдыха гостей города. Небольшая территория острова насчитывает огромное количество заповедных зон, что позволило сохранить его природу в первозданном виде. Каждый турист, у которого выдалась свободная минутка в насыщенном графике, задается вопросом о том, что посмотреть на Майорке самостоятельно. Ниже представлен список наиболее интересных мест для самостоятельного осмотра. Пожалуй, больше всего заслуживает внимание замок Бельведер, исполненный в готическом стиле. Здесь же есть прекрасный музей, позволяющий окунуться в атмосферу эпохи. Посмотреть всю Испанию за раз можно в музее «Маленькой Испании». Кстати, это место очень нравится детям. На современное искусство можно взглянуть в музей Эсбуларт. Ценителям живописи понравится музей Криковича, где можно взглянуть на полотна мастера. Туристам, предпочитающим живопись и зодчество, обязательно стоит включить в список мест Майорки, что посмотреть обязательно, музей Палау Марч Музеу. Здесь среди множества экспонатов есть действительно выдающиеся скульптуры. В том числе Роден. Майорка, Испания, богата на достопримечательности, поэтому описать все просто невозможно, но к списку вышепривиденных стоит прибавить церковь СВ. Михаила, храм СВ, Иулали и, конечно же, монастырь Сан-Сальвадор. Впрочем, любой храмовый комплекс острова, будь то собор или провинциальная церквушка, это своеобразный шедевр. Эль-Ариналь Майорка Мальорка, достопримечательности которой расположены по всему острову, всегда рада туристам. Конечно, лучше всего останавливаться в столице острова, но для тех, кто хочет сэкономить, есть ряд не менее интересных предложений. Пагуэра Майорка Недалеко от главного аэропорта острова расположился данный курортный центр. Здесь есть все для активного отдыха, ночные клубы, дискотеки, множество магазинов, ресторанов и отелей. Ехать сюда рекомендуется только тем, кто ищет развлечений, для тихого семейного отдыха Пагуэра точно не подойдет. Пляжи курорта оборудованы всем необходимым для комфортного купания и приема солнечных ванн, несмотря на постоянную многолюдность, тут всегда чисто. После купания в море можно зайти в ресторан и насладиться блюдами различных европейских кухонь, но особняком стоят местные деликатесы из сырой рыбы. Дополнительная информация Данный курорт – излюбленное место отдыха англичан и немцев, поэтому многие блюда подаются в английском и немецком стиле. Есть даже традиционный для Англии пабы с соответствующим меню. Порто-Кристо-Майорка Только появление Кала-Милор смогло сдвинуть данный Порто-Кристо с педестала главного курорта всего восточного побережья. На сегодняшний день это отличное место для семейного отдыха. Здесь отличные пляжи с чистой водой, расположенные внутри Тихой бухты. Кроме того, есть множество возможностей для различных видов отдыха, отсюда совершаются экскурсии в знаменитые пещеры Куэвас-дель-Драк. Все желающие смогут окунуться в подземные глубины и взглянуть на самое удивительное из величественных подземных озер мира – Мартель. В городе можно купить украшения из высококачественного искусственного жемчуга. Школа Squaloo Adventure Sport предлагает всем желающим погрузиться в морские глубины, занявшись дайвингом, или прокатиться на байдарках вдоль береговой линии. Дети будут без ума от посещения парка Сафари, где представлены практически все виды животных, которые встречаются на острове. Также тут можно посмотреть на тигров, львов, жирафов, обезьян и других экзотических животных. Спокойно посидеть, наслаждаясь вечерней прохладой, можно в ряде ресторанов, предлагающих особое меню. В городе есть множество магазинов, аптека и иных необходимых для комфортной жизни заведений. Дополнительная информация. Русский язык на Баллеарских островах, естественно, не распространен. Но здесь хорошо понимают немецкий, английский и родной испанский. Кан Пикафорт Майорка. Для большинства туристов название «Кан Пикафорт» на Майорке связано с чистым писаным пляжем в южной части острова. Еще 20 лет назад такое утверждение было верным, но сегодня для отдыха можно остановиться в одноименном городе, который предложит гостю расположиться в комфортабельных номерах современных отелей, взять в аренду авто или велосипед. Также доступен заказ по многочисленным экскурсионным маршрутам, отдохнуть после которых можно в ряде кафе и ресторанах. Кан Пастилья Майорка. Пожалуй, единственным курортным городом, который не был рыбацкой деревушкой, а сразу строился как место для приема туристов, является Кан Пастилла. Естественно, что курорт полностью обустроен как для тихого семейного отдыха, так и для веселого времяпровождения шумных молодежных компаний. Дополняет картину огромный пляж, способный принять и комфортно разместить всех делающих. Из достопримечательностей стоит выделить аквапарк и палмоаквариум. Это далеко не все курорты Майорки, есть множество других городов, достойных того, чтобы их посетили туристы. Одним из таковых является Кальвия, небольшой городок, главным достоянием которого является церковь Сан-Хуан-Батиста, возведенная в XIII веке. Но это еще не все, сам город возник не менее 4000 лет назад и является одним из древнейших посланий Европы. Город не курортный, поэтому, посетив его, можно увидеть настоящую Майорку. Не менее уникальным местом является деревенька Дея, которая при населении в 700-й год человек насчитывает более 20 ресторанов и кафе. Алькудия, Майорка, инфраструктура острова очень развита. Практически везде можно добраться на автобусе или поезде. Из острова на остров или материк можно перебраться благодаря действию многочисленных паромов или на самолеты. Привыкшим ездить с комфортом доступна аренда автомобиля. Сориентироваться на местности, проложить удобный маршрут и выбрать наиболее предпочтительные для осмотра поможет карта на русском языке. Майорка, где находится, Сера де Трамунтана, Мальорка, это горная цепь, которая превратилась в одну из достопримечательностей острова. Здесь проводят экскурсии для взрослых и детей, инструкторы помогут начинающим скалолазам покорить свою первую горную вершину. Любители велопрогулок найдут множество интересных маршрутов. Но остров богат также рядом других интересных мест. Здесь же находится город Сальер, где можно остановиться на все время путешествия для более подробного ознакомления с местными достопримечательностями, которых огромное множество, или просто заказать лодочный тур. Кафедральный собор. В Санта-Понсо, Майорка, это не самый главный курорт острова. Но он получил особый статус благодаря возведенному в 17 веке кафедральному собору. Согласно легенде, строительство было начато по указу Хайми I еще в 1229 году, но в силу обстоятельств закончилось только четыре столетия спустя. Бельвер. Памятник архитектуры 14 века, готического стиля сейчас привлекает множество туристов. Но когда-то это была летняя резиденция королей, ищущих отдыха от политических дел. Сегодня здесь устроен музей, позволяющий окунуться в ту эпоху. А со смотровой площадки можно оценить всю красоту острова и морской бухты. Аль-Мудайна. Короли Средневековья любили отдыхать на Майорке. Потому рядом с кафедральным собором был возведен данный дворец. Он предназначался специально для проведения приемов и балов. И сейчас это место поражает взор туристов красотой архитектурного ансамбля. Тронный зал, каменные львы, сады, арки и аллеи – это то, ради чего стоит посетить данный памятник культуры. Испанская деревня. Вся Испания в одном месте, это возможно благодаря данному туристическому объекту. Здесь можно узнать все традиции испанского народа, ознакомиться историей страны. Посещение будет интересным не только взрослому человеку, но и ребенку. Аквариум. Не обязательно заниматься дайвингом, чтобы увидеть все красоты морских глубин. В аквапарке, состоящем из 55 аквариумов, можно увидеть более 700 представителей водной фауны Средиземного моря. Особым украшением заведения является Гран-Асул-аквариум, в котором обитают акулы. Пещера дракона. Что делать в особенно жаркий день? Спуститься в пещеры. Если погода не располагает к путешествию к наземным объектам, стоит спуститься под землю. Недалеко от города Монокор расположены пещеры, которые, по легенде, хранят несметные сокровища пиратов и рыцарей Ордена Тамплиеров. Никто их так и не нашел, зато само место стало отличным туристическим объектом, где проводится множество представлений и световых шоу. Это далеко не все места, достойные упоминания. Среди других можно упомянуть монастырь Льюк, расположенный высоко в горах, где можно погулять по саду, провести пикник и даже заночевать. Мыс Форментор не так просто посетить из-за извилистой дороги, но подняться на него следует обязательно. Сам Шопен посещал Вальдемасу, где создал ряд шедевров. Разве можно пропустить этот город, приехав на Майорку? Уникальный заповедник острова Майорка – это Ла Резерва де Пуик де Галатца. Здесь можно увидеть множество цветов, растений, животных, живущих между собой в мире и согласии. Контраст природных зон парка, насчитывающего по площади больше 2 миллионов квадратных километров, поражает. Но не это его главное достояние. Здесь можно за одну прогулку полюбоваться на более чем 30 водопадов. Также здесь расположен ресторан, где можно не только отдохнуть и покушать, но даже искупаться в бассейне. Не всегда интересы взрослых и детей совпадают, поэтому приходится находить компромиссы, учитывая пожелания маленьких путешественников. К счастью, на острове множество мест, где будет интересно всем первой в списке. Конечно же, Маринленд – парк развлечений с шоу дельфинов. Стоимость посещения на 30 июля 2018 года 5 евро, но эмоции, полученные от похода, покроют траты с лихвой. Аквапарки Акваленд, Уистерн парк и Хидропарк не оставляют равнодушными никого, так что здесь точно понравится ребенку. Хотя взрослые тоже покидают заведение под особым впечатлением. Отдых здесь понравится всей семье. Аквариум – это место, где живет множество рыб Средиземного моря. Малыш точно запомнит величественных акул. Старинный поезд, отправляющийся из столицы острова в Сайоэр, точно понравится ребенку. Родители смогут познакомиться с достопримечательностями, часто встречающимися на протяжении двухчасового пути. Кто скажет точно, какова стоимость детской улыбки? Сотрудники парка Джумайка знают точный ответ – 4 евро. Здесь можно увидеть тропических птиц и животных, не меньше поражает взор растительная фауна. Для любителей вестернов с ковбойскими погонями и индейцами есть уникальный шанс посетить ранчо Грант и полностью погрузиться в эпоху Дикого Запада. Все желающие смогут купить прекрасные сувениры. Семейный отдых лучше планировать на конец сентября – начало октября. Наличие солнцезащитного крема при походе на пляж обязательно. Традиционно ужинают здесь после девяти вечера. Хорошим тоном считается оставлять чаевых на сумму не менее 10% от суммы в счете. Купить билет на автобус можно в любом табачном ларьке. Чтобы взять в аренду машину, нужен стандартный пакет документов. Обратите внимание, садясь за руль, стоит помнить, что с парковками на Майорке напряженно. Майорка славится морскими курортами, бухтами, известняковыми горами и архитектурными памятниками. Посетив это место однажды, сюда заходил.